МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть порогам! Ну расскажите хоть пару слов, что ваше впечатление после поездки. Сильно уставши, дорога тяжова, проголодавшики о том, что не очень активность, но слабость, голова боли. Сейчас мы тримаемся, мы тут тримаемся. Мы малюко пройшли, такую, сказать, половину дороги пройшли. Сколько времени вы голодали? 8 дней. Давай по одному. 8 дней мы голодували. Ну, так как Петро Порошенко не подписал нам закон. Я уже решил там Майдан устраивать. Ну, я ему вчера интервью дал, просил, если вы не подписываете нам закон о выборах, місце Кривий Рег, я завтрашнего дня устраю вам Майдан банково. Слава Украине! Героям слава! Как вам относились депутаты в Верховной Раде? Знаете, попал в Верховную Раду, я понял, что там еще меньше свободы. Гораздо больше гадюшек, чем у нас в Кривом Роге. Поэтому надо с Кривого Рога начинать и доходить до них. Отпечатления? Хорошего ничего не было. Хоть там их много, и все они крутые, но они себя ставят выше народа. Надо, чтобы народ был в первую очередь, а потом уже они. Мы видели ролик с Луценко, он как-то так грубо повел. Да, к сожалению, не дали мне возможность ответить. Кстати, Майдановец. Не дали мне возможность ответить ему. Потому что мне в странах было, когда и есть разница, депутат и простой человек. То есть нас там закрыли, как на лестничной площадке. Рядом охрана стояла. То есть, значит, получается, депутат может по этой лестнице ходить, а простой человек не может. То есть это какая-то дискриминация, вообще не входящая ни в рамки никакие. Ни европейские, ни Украины. Там поставили видеокамеру, вроде говорят, да? Да, да. Камеры постоянно за нами наблюдали. Охрана, как только мы прибыли, сразу увеличилась в три раза. Не знаю, там на бедных нас восемь человек. Такое ощущение, что там террористы какие-то понаехали. Они лучше бы так и с другими воювали, а не с теми, кто оставит свои свободы и права. Все. Как ваши впечатления о пребывании там? Кто они? Рабочие? Вражения очень разные. Сначала было так, доброе до нас, налаштованное. А потом, на следующий день, когда мы начали молодование, нас обмежили в действиях. Видели маленькую частинку, где стояли кресла. Посадили нас в кресле и мы там сидели. За нами стежили камеры, обмежили нас. Не можно было ни верх, ни пояснице подниматься, ни подкаться. Было дуже тяжко. И голодование мы начали с первого дня и позволялись только воду пить. Значит, 8 дней мы голодовали. Нас обстеживали лекаря. Значит, с начала было, как бы, первый день нормально. На второй день мы начали уже у нас, как бы, хворять. Одного забрали в лекарню из наших с тяжким диагнозом гипертония, с кризом гипертонии. А по профессии вы кто? Я учитель за профессией. У вас же больше было? Наша кинечная цель, за которой мы начали голодовку, я вважаю, она досягнута. Кинечная цель, мы так знаем, была, чтобы Грусьман Володимир Борисович подписал закон. Ця цель наша досягнута, он подписал, но осталось, что Порошенко, который после Грусьмана должен подписаться, он не подписал. И мы, как бы, сподіваемся, все-таки, что он подпишет. И я вважаю, мы свою цель досягли. И наша голодовка, с которой мы свое здоровье втратили, вважаем, вважаем, вважаем. Это была не даремно. Ну, и, скажем, это самая тяжкая мета голодования. Но мы ее прошли. У вас же вроде больше было, когда вы уехали. Так, мы приехали в десять, но двое, потом уехали по семейным обставинам. Троя, трое. Ваши впечатления о пребывании? Как? Вас не пробовали, не пытались оттуда выигнать? Так, пытались в первую ночь. Было дуже много музыки. Вони пытались каждую ночь. Туди-сюди ходили, шумно разговаривали. Музика была даже звучно. Это кто это делал? Охорона. И потом, после третьего дня, они установили две камеры маленьких и снимали каждый наш шаг. А когда были депутаты, подходили, то они ставили на паузу. Чтобы мы не снимали и лекарь, когда Каша приходил. Те, что они ставили на паузу. Чтобы этого не было. А какое-то психологическое давление оказывали? Кроме этого. Так, обмежения были, когда были в восторге. Ставили обмежения на все. И нам только, где мы сидели, где наши вещи. Поставили еще купу охороны. Не пропускали нас на трибуну. И вот так вот. И сказали, что мы вас никуда не пустим. Потому что это Верховная Рада Украины. И мы не имеем права тут перебывать. Ну, а физически пытались вас выигнать? Уговорить. Уговорить. В субботу до нас подходил Гройсман. Подходил Гройсман. Там начал нам Золоті Гори пообещать. Я вам оплачу готель на ньму. Вы поезде нормально. Я вам перечоски девчонкам пообещал. Праведите в собі манікюр. Ну, я ему вот ответ сказал. Кажу. Пані Володимир. Я не покину здания. Пока вы не возьмете ручку. Не подписывайтесь. Потому что вы должны были сделать два дни тому назад, когда депутаты проголосовали, 234 голоса набрали. Два дни нужно было подписать. Они все дело не сделали. Они забыли. Они думали, что мы уже тоже забыли. Но мы не забыли. И мы показали, я думаю, это самое главное. Чтобы они поняли, что такое Кривый Рег. Меня зовут Ольга Шаповал. Ольга Шаповал? Да. Работаете где? А где? Криворожанка. Я журналист. И я тоже працюю. Как обычно все журналисты. Наша обычно ТРК. Значит, у нас Пасовец. Пас АТО. Оля у нас учительница. Василий Атовец. То есть это не случайные люди в городе. Это чистое, как говорится, криворожание без всяких подделок.